МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колымчане привыкли, что Ола – это один из тех поселков, где самые красивые дома. Довольно свежий ремонт, яркие краски. Мы решили выяснить, в каких на самом деле условиях живут здесь люди. Третий этаж – квартира номер 30. Здесь много лет была вынуждена существовать вдова и мать шестерых детей Евгения Анисимова. Конечно, она не выдержала этого кошмара и сняла жилплощадь, как только появилась возможность. Время, когда в этих стенах жили все семьей, вспоминается ужасом. Сначала все было не так уж и страшно. Новоселье отметили в 2008-м. Ни протечек, ни сырости тогда не было. В следующем году родилась первая дочь, детство которой началось в неблагоприятных условиях. Именно тогда управляющая компания решила отремонтировать кровлю. Все, после этого у нас начались потопы. Просто потопы. Все вот это у нас над крышей, вот здесь над окном. Все просто, ну как будто стоишь на улице под дождем. Все просто течет, что здесь вот, что в кухне. Не спали ночами. Вот идет дождь, мы не спим. Мы эти тазики бесконечно вот с мужем выливали, выливали и выливали. Уже как бы сил не было. Справиться с проблемой пытались всем домом, но безрезультатно. Становилось только хуже. И ни одна контролирующая организация не помогла. Что-то пытались опять же подать какие-то документы, заявления на то, чтобы отремонтировали крышу. В 2010-м, по-моему, в 2010-м или 2011-м приезжала комиссия с Магадана. Все опять же, все снимали. Да, как бы обещание, что да, вот мы сейчас сделаем, ну как бы акт составим, все и будем действовать. Ну до сих пор вот как бы никто, ничто, никак и совсем ничего. То есть жить в таком жилье с детьми невозможно, потому что это грибок. Дети часто болели, прям очень часто болели. Мы прям вынуждены были отсюда вас ехать. И на протяжении уже четырех лет мы вот снимаем квартиру там. Там с ними поживем, там с ними поживем. Ну сюда как бы возвращаться, ну нету смысла. Жить, как говорится, под открытым небом, чтобы постоянно у тебя все это текло, и дети дышали вот всей этой плесенью. Ну это невозможно, это вообще не вариант. Как бы начали уже крысы здесь. Мы уже здесь не жили, но периодически сюда приходили, как бы проверяли квартиру. Прям заходишь, они прям из-под пола вылазают, как бы да. Ну она и была, простите, вот такая вот. То есть как, ну вот как жить здесь. Бывало, что и опека приходила, как бы там, вот что там, вот, вот, ты там вот ремонт. Я говорю, ну делаю я ремонт, смысл. Я вот его сделала, все, у меня вот так вот просто все обвалилось. Я то есть сегодня сделала, через два дня я просыпаюсь, у меня просто вот так вот на кровати детям падают обои. Потому что там сыро. Это все просто валяется. Ну, каждую неделю делать ремонт, как бы, это, ну, это не вариант тоже. О том, почему многодетной матери, несколько лет назад потерявшие мужа, не оказывают помощь в улучшении условий жизни, мы, конечно, спросили местную администрацию. Но об этом позже. А пока расскажем о состоянии соседней квартиры, номер 27. Здесь с 1994 года живет Ирина Ремезова. По ее словам, протечки случались и раньше, но такого масштаба проблема действительно достигла в 2009. Именно тогда начались скитания по разным инстанциям в надежде добиться ремонта. Устав от вечного отфутболивания, женщина обратилась в суд. Я выиграла два суда, но кроме моральной компенсации, мне никто ничего не делает, нам ни одного ремонта, ничего. Мы каждую управляющую компанию, которая к нам приходит, пишем обращение, к нам приходят ответы, отписки, положат полтора метра на метр заплаточку, подхожу к окошку, первым ветром ее снесло. И каждый год у меня протечки, все новые, новые места. Я не знаю, у меня все в коробках, жить просто невозможно, ремонт делать невозможно, я каждый год по несколько раз замываю грибок на стенах, потому что я осматик, ребенок у меня тоже осматик получил, потому что мы живем в таких условиях. И каждый год у нас только отписки, никаких нормальных дел, никаких ремонтов не проводится. И протечки, все больше и больше этих протечек. На крышу, на крышу лазили, там вообще просто как дорога, там ни кусочка уберу, да нет. Как писали нам, ремонты делали. Сняли старый слой руберой, просушили крышу, наложили старый слой руберой, положили сверху новый и все. Вот такие делались у нас ремонты. А течет, течет, в коридоре течет, в квартире везде течет, банки только успеваешь менять эти тазики. Это просто невозможно. Я говорю, ночью встаю, чтобы тазики менять, потому что ну льет. А льет, как говорится, из всех щелей. В квартире нет ни одной комнаты и ни одного угла, откуда бы ни капало, ни подтекало, ни струилось. Комната, кухня, ванная, коридор. В период дождей, тазики и ведра стоят везде. И самое страшное, что все это однажды может просто загореться. Самое страшное место, это, конечно, ночечком. Вот здесь обои спутились, проступила чернота. И я боюсь, что будет протечка очередная и замкнет проводку, и останется мы вообще без света. И такая ситуация, по словам жителей, во всем здании. Здесь три этажа, и все квартиры в той или иной мере страдают от прохудившейся крыши. Даже в подвале и в том протечке, а в коридорах периодически набирается воды чуть ли не по колено. А семей с малышами здесь несколько, в том числе многодетных. И бежать им некуда, а помощи ждать неоткуда. Больше десяти лет назад в этот дом переехала Елена Павловская, которая вместе с соседями пытается найти возможность перевести здание в нормативное состояние. Куда только не обращались. Были разные управляющие компании, которые иногда приходили, клали кусок шифера, сверху клали камни, мы же на крышу не полезем, и рапортовали. Только ветерок какой, все это сдувает, и опять все пошло. Мы с 2013 года обращались уже везде. Это и капитальный ремонт, это и разные управляющие компании, это и центр управления регионами. Значит, обещали нам и депутаты, и обещают, и обещают, а толку нету. То есть, вот где-то у вас был репортаж, что там где-то крыша упала и кого-то привалило. Вот следующий будем мы. Вот я вам правду говорю, вот тот угол, следующий будем мы. Устав от бездействия контролирующих органов и потеряв всякую надежду на управляющую компанию, собственники приняли решение постараться справиться со всеми проблемами самостоятельно, и больше года назад перешли на непосредственное управление домом. Руководителем назначили Елену Павловскую. По ее словам, за год поменяли всю проводку, установили новый теплоузел, отвоевали пандус для инвалида первой группы, который, кстати, практически насквозь проржавел. Но это уже другая история. А мы вернемся к крыше. Отремонтировать ее своими силами просто нереально, говорит Елена, особенно учитывая, что часть квартир здесь принадлежат муниципалитету, который не вносит плату за них. И мы решили уйти от непосредственного управления, ну, я считаю, здесь из-за администрации, потому что за пустующие помещения нам администрация обязана была также вносить обонплату. Вот. Но нам за время, вот год с лишним мы были, нам на наш счет не поступило ни одной копейки. Хотя я писала тогда, Фарасовский был, я писала заявление, писала уведомление, какая сумма. Все оно было обосновано, наш счет какой. Мне даже не пришел ответ оттуда. Не то, что там мне что-то, а мне даже не пришел ответ ни на одно мое заявление. Более того, когда мы монтировали теплоузел, и не хватило у нас денег, вот именно вот этих денег, которые нам должна администрация, мне пришлось их выложить со своего кармана. То есть у нас администрация бедная, а я пенсионерка богатая, пожалуйста. И до сих пор нет ни одной копейки. И я так думаю, что мне их уже никто не вернет. Потому что мне не пришло. Хотя бы пришел какой-то ответ, там в суд идите или куда-то. Вообще тишина. Вот. Поэтому это одна из основных причин, почему мы ушли от самоуправления. И вот в конце прошлого года заключили договор с управляющей компанией «Строители». Пару недель назад попросили сотрудников составить акт о состоянии крыши, чтобы с ним вновь обратиться в фонд капитального ремонта с заявлением о переносе его даты с 2029 года на ближайшее время. Мы, в свою очередь, решили узнать в организации, что они думают по поводу сложившейся ситуации. На сегодняшний день Кооперативная 2 не предусмотрено проведение капитального ремонта в период 2024-2026 год. Соответственно, согласно действующему законодательству, возможен перенос капитального ремонта на более ранний срок. Согласно ЖК 168 статьи, есть предусмотрены рекомендации, методические указания, как это необходимо сделать. В данном случае это предусмотрено 595-м постановлением от 20 августа 2015 года правительством Магаданской области. Там предусмотрен полный пакет документов, которые необходимо предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области. Также, по словам Дениса Лопатков, фонд капремонта готов помочь собрать альчанам все необходимые документы и посодействовать в переносе ремонта на ближайшее время. Он отметил, что это единственный эффективный способ решить вопрос постоянных протечек крыши, ремонт которой составит порядка 4 миллионов рублей. А жители собрали 392 тысячи взносов. Включение дома в краткосрочный план работ позволит привлечь дополнительные субсидии, которые выделяются региональным правительством. Как выяснилось, отремонтировать крышу уже в этом году готова управляющая компания «Строитель», куда мы тоже обратились за комментарием. В любой дом можно починить, соответственно, это тоже вопрос времени и средств. В нашем случае мы действуем от количества собранных денег, вот жителей. Действительно, к нам дом пришел в конце 2023 года. Оценить масштабы ремонта кровли ввиду зимы и наличия снега на крыше оценить невозможно. Только вот сейчас, да, когда снег будет уходить, соответственно, тогда и сможем. Да, от собственников мы уже получили заявление о том, что у них есть проблемы с кровлей. Соответственно, будем работать, делать. Там необходимо будет, соответственно, инженерные коммуникации восстановить, течи устранить, провести ремонт подъездов и устранить кровли. Но перед тем, как, допустим, делать ремонт подъезда, нужно сначала сделать кровлю, чтобы не текла. Соответственно, в этом году непосредственно мы будем нацелены на то, чтобы не текло ни сверху, ни снизу. А дальше будем уже смотреть по накопляемости средств. Ну, много лет никто ничего не делал, это факт. Причем, по словам Владимира Аграновича, в плачевном состоянии в большей или меньшей степени практически весь жил фонд Олы. Компания «Строитель» работает в поселке с 2022 года. В ее въедении более 50 домов. Жалобы от жильцов поступают практически каждый день. Предыдущая управляющая компания, на самом деле, действительно не уделяла должного внимания, в частности, сантехническому оборудованию. Потому что мы столкнулись с тем, что львиная доля средств уходит на устранение непосредственно течей канализационных, соответственно, отопления в таком контексте. То есть все средства собранные, они уходят полностью на аварийно-диспетчерскую службу, которая ежедневно занимается тем, что устраняет то, что пришло в негодность давно. Никакой системной работы не было. Соответственно, сейчас мы пожинаем плоды многолетнего отсутствия внимания. Конкретно вот к тому, что нужно было делать. Также в управляющей компании отметили, что в ближайшее время будет проведена работа по погашению долгов администрации. В случае необходимости дело направят в суд. Мы тоже решили выяснить, как вышло, что муниципалитет не заплатил со слов жителей ни рубля за содержание дома и принимались ли какие-то меры для решения проблемы с кровлей. Информация о создании ТСЖ по указанному адресу в муниципалитет не поступала. В адресу не поступила фактура на оплату услуг по содержанию общего имущества, не отвечающие требованиям бюджетного законодательства, в результате чего было отказано в оплате. Также счета на оплату взносов на капитальный ремонт выставляются фондом капитального ремонта единой фактуры на весь муниципальный жилищный фонд ежемесячно. Долг муниципалитета перед некоммерческой организацией фонд капитального ремонта будет погашен в ближайшее время, лимиты есть. Учитывая, что в настоящее время указан многоквартирный дом находится под управлением управляющей организации ООО «ГУК-Строитель» обязанность по осуществлению текущего и аварийного ремонта, в том числе и кровли, лежит на указанной управляющей компанией. Также хотелось бы заметить, что в адрес администрации не поступали обращения граждан о возникновении аварийных ситуаций, связанных с протеканием кровли по указанному адресу. Задали мы и вопрос о поддержке многодетной семьи, оставшейся без отца, о которой рассказывали в начале сюжета. Данная семья состоит на особом контроле в ПДН. Также они ежемесячно получают денежную выплату, плюс региональную социальную доплату, плюс универсальное пособие, а также пенсию по потере кормильца. Почему не помогли матери и детям обрести новое жилье и есть ли такое в планах, нам выяснить не удалось, но мы продолжим следить за судьбой и этой семьи и дома. О том, как будут развиваться события, расскажем в одном из выпусков новостей.